Более 2300 человек эвакуировали из-за пожара и взрывов на военных складах под Рязанью. Для них организовали пункты временного размещения на базе учебных заведений больниц, которые находятся на безопасном расстоянии от места ЧП. По предварительным данным, от пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе пострадало 16 человек. Шесть из них получили травмы непосредственно во время пожара, десять от последствий. По предварительным данным, на территории склада хранения боеприпасов в районе населенного пункта Желтухина загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Начались взрывы. Глава МЧС Российской Федерации Евгений Зиничев осмотрел поселок, в котором пострадали строения после ЧП в Рязанской области. Гореть не что, и постройки догорают. Отстояли дом вот этого. Там с городами горе есть. И там, на ряду, если там было дом, они полностью сгорели. В тушении арсенала под Рязанью участвуют порядка 800 военных и спасателей, около 200 единиц техники. В том числе, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район ЧС на склад боеприпасов, сообщает Минобороны. По данным очевидцев, взрывы продолжаются. Федеральная трасса Каспи перекрыта. На складах было не менее 70 тысяч тонн артиллерийского вооружения, сообщают РИА Новости. Известно, что на месте событий развернут оперативный штаб. Работают психологи. Открыт телефон горячей линии 25 72 90. По факту происшествия в Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 349 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении правил обращения с оружием.